друзья всем привет и мы снова тренируемся дома значит сегодня для нашего комплекса упражнений понадобится дополнительный инвентарь если у кого-то его нет вы можете чем-то заменить значит что нам сегодня точно необходимо первое это резиновая петля значит у меня две петли одна нужна будет мне для одного упражнения со второй я буду выполнять уже непосредственно упражнение на разгибание ноги второй тренажер который вы можете смастерить самостоятельно дом а именно вот так он и выглядит как мы делаем мы берем либо резинку либо скакалку два теннисных мячика берем шило делаем отверстие на каждом из мячиков и продеваем вот у меня немножко другой тренажер но я вам рассказал как сделать домашних условиях и это просто просто эффективны самое главное дешево и предпоследний инвентарь который нам будет необходим это медицин бол конечно дома не у всех есть набивные мечи поэтому медицинбол мы тоже можем заменить чем-то тяжелым может быть у кого-то есть гантель да может что-то тяжелое можно взять мешок к примеру обычный целлофан и туда накидать картошки или каких-то овощей то есть что-то что будет придавать определенный вес и вес не должен быть особо большой в данном случае у меня есть 3 килограммовый 5 килограммовый я буду делать с 3 килограммами сегодня упражнения и заключительный инвентарь при нам сегодня будет необходим это стул стул желательно со спинка а если у вас есть два то это будет идеально до данный инвентарь если что можно как-то заменять здесь уже дополнительно будет работать ваша фантазия но если у вас есть все необходимое то это здорово потому что в дальнейших тоже видео нам понадобится данный инвентарь чтобы мы выполняли качественно хорошо упражнения всё друзья начинаем поехали так друзья ну и как всегда значит мы сначала начинаем с вами выполнять упражнения для ударов ногами после этого мы Мы делаем несколько упражнений на ОФП, потом опять упражнений на удары ногами, ОФП, удары ногами, закачиваем все опять ОФП. И поехали. Первое упражнение. Для первого упражнения мне необходимо два стула, либо стул, либо какая-то поверхность, на которую можно таким вот образом натянуть резину. В данном случае я использую петлю. Самое главное, чтобы ширина примерно была, ширина плеч между резинами, чтобы обе резины были натянуты, то есть они были параллельны друг к другу. Это очень важный момент и необходимо это выполнить. У меня в данном случае вот такое приспособление. Высота на первых два движения, высота пояса. Положение ноги вместе, расстояние ладонь. Из этого положения мы поднимаем колено вверх. До этого мы с вами уже делали много этих движений. Поднимаем колено вверх и за счет изменения положения таза вкручиваемся в фазу заряда юбчаги. Значит, на раз мы вкручиваемся, два, исходное положение. Опять померили дистанцию, крутились, исходное положение. На что акцентируем внимание? Первый момент. Я не переношу ногу. Во-первых, у меня здесь отличный тренажер, потому что мне вот эта спинка просто физически не даст перенести ногу, я ее задену. Второй момент. Обращаем внимание, что во время поднятия колена вот эти вот углы у меня остаются неизменны. То есть я начинаю изменять положение таза, за счет чего дальше идет вращение на опорной ноги. И за счет того, что таз смещается, моя нога переходит через резину. Положение стопы соответствующее для данного удара. И еще один такой важный момент, что заметьте, у меня движение идет, колено идет вверх, тазом я вкрутился, опорную разверну, положение руки я сохраняю. Положение здесь максимально, нога должна быть прижата. Вот таких вот раскрытий быть не должно. После юбчаги мы переходим к следующему удару, это долю чаги. Значит, теперь у нас исходное положение. Вращение 90 градусов, пятки прижаты. Расстояние я мерю так, что при поднятии колена у меня минимальное расстояние находилось перед резиной. Положение рук тоже как перед тем, как мы будем выполнять обчаги. Из этого положения мы входим в фазу заряда долю чаги. Поднимаем колено и идет у нас вращение вперед. Крутились, обратно. Опять встали, зафиксировали положение. Колено вверх, крутились, обратно. Значит, на что мы обращаем здесь внимание? Первое. Во время поднятия колена, дальше у меня колено не меняет траекторию. Оно следует вперед. Второй важный момент, на который тоже часто не обращают внимание, положение ближней руки. То есть, в момент поднятия колена у меня рука уже не перекрывает ногу. Так же и на обчаге должно быть. И в момент, когда я вхожу в фазу заряда долю чаги, я начинаю руку отводить, чтобы у меня заработали широчайшие мышцы спины, мышцы стабилизатора, чтобы меня не закручивало. То есть, положение на долю чаги ни в коем случае не должно, чтобы рука лежала на бедре. И мы переходим к следующему удару. Это твича ги. Для этого резину я опускаю ниже. Значит, здесь у меня высота должна быть высота колена. Я становлюсь так, чтобы у меня ближняя нога, ребро стопы было под резиной. И пошло движение. Опять мы входим в фазу заряда. То есть, это уже упражнение для тех, кто умеет входить в фазу заряда. Не делайте стандартные ошибки, когда нога начинает подниматься и движение идет снизу. Резина вам сразу не даст этого сделать. Снова. Здесь. Значит, еще раз обращаем внимание. Первый момент. Не делаем шагов, не делаем дополнительных разворотов. Второй момент. Начальное движение идет колено вверх. И третий момент. Как только колено поднимается вверх, я начинаю область таза смещать вперед. Тем самым я начинаю вкручиваться в фазу заряда твичаги. Положение рук здесь, поясница прогнутся. Голову поворачиваем одновременно с этим движением. Плюс, опять же, моего тренажера, что у меня есть коридор. К коридору мы вернемся в следующем видео. Обязательно покажу вам упражнение. Чтобы мы могли выполнять не амплитуды на движении, как это иногда делают ошибочно сбоку, а именно по кратчайшей траектории. Окей. Мы сделали с вами первых три упражнения на вход в фазу заряда. Ударом ногой. И теперь мы переходим к вам к комплексу упражнений. Все. Вперед. Поехали. Для первого упражнения мне понадобится опять мой друг стул. Знакомое уже упражнение. Мы с вами подобное упражнение делали. Значит, у нас одна нога находится на стуле. Помним, да, как мы делали приседания. Обычные приседания. Сейчас мы делаем то же самое, более усложненный вариант, потому что мы добавляем еще для взрывной силы ног. Это прыжок вверх. И стараемся коленом коснуться плеча. Присели и отсюда прыжок. Присели. Прыжок. Присели. Прыжок. Присели. Прыжок. Упражнение физически сложное, поэтому если вам тяжело делать такие движения, вы можете просто заменить обычным прыжком. Мы прыгаем вверх с двух ног. И коленом касаемся плеча. Если вы можете делать такое, делаем упражнение по пять раз. Я думаю, что будет достаточно на каждую ногу. Теперь мы переходим к упражнению, которое будем выполнять в упоре лежа. Так, окей, друзья, мы переходим к упражнениям на пресс. Мы делаем сейчас три упражнения на пресс. И потом два упражнения на сгибание-разгибание рук в упоре лежа. Количество раз вы можете варьировать в зависимости от вашей функционалки. От пяти и до тридцати раз. Все зависит от вас. Поехали. Первое упражнение. Ноги прямые. Под углом. Мячик держим здесь. Мячик можно заменить чем угодно, как я говорил, чтобы это весило килограмма от полтора до трех. Можно и пять. И поехали. Главное делать выдох каждый раз. И обязательно касаемся мячиком пол. Дальше мы переходим к обычной складке. Только уже с мячиком. И в конечной точке немножко фиксируем положение. И заканчиваем упражнение на пресс. Одним из самых моих любимых упражнений. Это скручивание на боковые мышцы брюшного пресса. Значит, мы переходим в положение сет и выполняем скручивание туловища с фиксацией в конечной точке. И то же самое в другую сторону. Тянемся вверх медицинболом. Здесь тоже от пяти раз и до количества раз, сколько вы сможете. Но вы не забывайте, что после этого вы должны будете опять это все повторить после следующих упражнений на ноги. Упражнение на сгибание и разгибание. Мы продолжаем изучать, какие еще есть варианты сгибания и разгибания рук. И один из вариантов с медицинболом. Можно заменить его книжками, либо обычным мячиком. Это те же отжимания в узком хвате на трицепс. Зафиксировали. Поехали. Второе отжимание у нас будет на грудные мышцы с широким хватом. С одной стороны будет медицинбол. И миздец. И то же самое другая рука. Значит, я напоминаю, что эти упражнения мы будем повторять после каждого из упражнений, которые мы будем делать на удары ногами. И маленький совет. Выполняйте. Начните выполнять лучше меньшее количество раз, но правильной формы. То есть упражнение нужно стараться выполнять правильно, чтобы гармонично развиваться. А мы поехали дальше. Пошли бить ногами. Друзья, мы закончили упражнение на ОФП и СФП. И переходим опять к ударам ногам. Следующее упражнение у нас будут для разгибания ноги на каждый из основных ударов. Для этого мне потребуется резиновая петля, о которой я уже говорил раньше. Петля может быть разной ширины. В зависимости от вашего возраста вы можете себе подобрать самую оптимальную и удобную. Теперь поговорим по поводу петли. Во время выполнения ударов ногами с резиновой петлей очень важно обращать внимание на правильность движения. Начального, поэтому мы сделаем плавно. И потом мы сделаем уже быстрое движение. А также очень важно соблюдать правильное положение туловища, головы и рук. Как правильно держать резину мы сейчас посмотрим. В этом упражнении вы можете держаться за стул. Я свои стулья убрал, поэтому у меня есть здесь более удобное за что держаться. Как мы одеваем петлю? Часто бывает ошибка, когда начинают взрослые даже раз продевают. Что такое получилось? Чтобы вы не ломали голову, все просто. Можно повесить петлю на руку. Вот один конец протянули и затянули. Вот у вас получилась петля. Теперь мы одеваем петлю так, чтобы одна резина была на стопе, а вторая на голеностопе. Первый удар, который мы сейчас будем выполнять, это силовой удар, удар ногой юбчаги. Мы становимся в фазу заряда юбчаги. Теперь давайте обратим внимание. Старайтесь держать постоянно руки, когда вы бьете удар, так как вы держите во время этого удара. То есть если мы говорим о юбчаге, часто я вижу вот такое положение. Это неправильно. Значит, во-первых, опорная нога, мы сохраняем положение. Во-вторых, фаза заряда, она как можно плотнее. В-третьих, положение руки. Из этого движения, так как мы начинаем здесь формировать правильное разгибание ноги, мы делаем плавно. Смотрите, на раз мы плавно разгибаем ногу, стопа на себя, на два быстро собираем ногу, на три удар сбор. Опять раз плавно разогибаем ногу, два сбор, три удар сбор. Еще раз. Раз, два, три. Еще раз плавно. Раз, сбор быстро. Два, три. Плавно. Раз, два, три. Теперь посмотрели на основные ошибки. Для чего мы делаем плавно? Чтобы вы почувствовали, что здесь у вас работают мышцы, именно разгибания в тазобедренном суставе. Первый момент. Второй момент, чтобы у вас не было движений по восходящей вверх. То есть нога должна идти параллельно полу, при положении правильным рук и плеч. И третий момент, когда вы выполняете удар уже быстро, быстро, есть такая ошибка, что резина, которая дает натяжение, если вы не будете собирать бедром обратно, у вас будет вот такое движение. Это называется активную голень, вы это движение должны исключить. Еще один важный момент, на который нужно обратить внимание. Значит, смотрите, я плавно на раз разгибаю ногу, а на два колено. Колено у меня идет на сбор, а таз я посылаю вперед. То есть получается два вот таких вот движения. Колено идет на меня, а таз идет навстречу. Окей, первый удар мы сделали. Переходим к следующему удару. Доля чаги. Какая основная проблема в доле чаги? Так же, как и на юбчаге, это неправильное положение, как мы держим резину. Значит, посмотрите. Опорную ногу мы разворачиваем. Теперь у нас не здесь рука. Значит, у меня, как всегда, плоскость я сохраняю. Теперь я отвожу руку и резину я отвожу за локоть. За локоть. Доль чаги мы сейчас сделаем в той же последовательности, как и юбчаги. Хотя, скоростные удары, как правило, не фиксируют. Но здесь, в виде отработки именно, чтобы вы почувствовали все мышцы, которые напрягаются, мы сделаем. Также на раз плавно разгибаем ногу, носок натянули, два, быстрый сбор. Три, удар, сбор. Опять раз, натянули, два, быстро, три, удар, сбор. Раз, натянули, два, быстро, три, удар, сбор. Значит, здесь также важно держать, сохранять положение туловища и вот эту вот резину. Резина иногда может соскальзывать, может. Но потом, поверьте, вы привыкнете держать вот это положение, чтобы у вас здесь натяжение было еще больше. Старайтесь больше вытягивать с положением корпуса ровным, тянуться в длину, а не бить вот так по восходящей. И заключительный удар, который мы выполним, это твичаги. Переходим в твичаги. Значит, у нас опять исходное положение, фаза заряда. Положение резины мы опять натягиваем. Нога, резина не заходит под ногой, она находится сбоку. Положение таза, я напоминаю, что у нас положение, что твичаги отсюда не бьется. То есть, естественно, разгибание ноги именно в тазобедренном суставе будет при изменении положения таза. Мы таким же образом, не разворачивая плечи, плавно начинаем разгибать ногу. Стопа на себя. На раз, плавно, в конце таз закрыли, на два быстро собрали. Три, удар, сбор. Опять плавно, раз, таз в конце закрыли, два, быстро собрали. Три, удар, сбор. Опять раз, плавно, два, быстро, три, удар, сбор. Здесь, может быть, возникнут те же ошибки, в принципе, что и с юбчаги. То есть, основная ошибка, во-первых, неправильное положение таза. Здесь у вас не получится правильный удар. Нам нужно изолировать это движение. Вот, ток разгибания в этом моменте. Второй момент. Я делаю специально плавно, чтобы в конце сделать перекрытие таза. То есть, такое, как когда вы бьете удар, обжимок, доворот. То есть, движение идет, и в конце я перекручиваю, вот, закрываю таз. И если, опять же, во время сбора вы начинаете активизировать голень, то мы видим ровно все то же самое, как и в юбчаге, захлез голень. Движение должно быть вот здесь. Вот это движение нужно исключить. Замечательно, мы сделали удары ногами. Теперь опять переходим к ОФП. Поехали. Ну, вот мы подошли к заключительному упражнению для ударов ногами. Как я уже говорил, нам понадобится вот такой тренажер. Сейчас мы сделаем одно упражнение. Упражнений, на самом деле, можно делать с этим тренажером очень много. В данном случае у меня висит в свободном, то есть, не закреплен внизу этот тренажер. Его также можно закрепить и делать другие упражнения в виде, как пьематической груши. Мы сейчас делаем на статические упражнения, на правильную проработку ударов ногами. Как обычно, мы сейчас берем три за базу, три основных удара, которыми мы сегодня работали. Первый удар у нас ногой – это юбчаги. Мы делаем высоту на данный удар, то есть, у меня расстояние живота. Напоминаю, что юбчаги – это удар среднего уровня. И, значит, смотрите, удары мы сейчас делаем именно базовые выполнения. Их можно делать в дальнейшем как и в динамике, так и через разную технику, атакующую в виде скольжения, в виде подшага. Мы сейчас делаем из классического положения, из положения ноги вместе. Для юбчаги. Мы встали. Мы делаем два движения. Посмотрели плавно, очень плавно и тягуче. Колено идет вверх. Нога не останавливается, начинается меняться положение таза. После этого нога начинает движение. После этого, когда у меня уже остается практически полная разогнутая нога, я выполняю концовку. Сбор, удар, сбор. Опять встал. Все плавно и тягуче. Значит, на что нужно обратить внимание? Во-первых, то, что мы контролируем каждое движение ноги. Второй момент. Я не делаю паузу. У меня нет такого счета. Раз, два, три. То есть, у меня одно движение плавно перетекает в другое. Так как упражнение физически очень сложное, то вы можете за что-то держаться на первоначальных этапах. Значит, посмотрели положение ног. У меня идет колено вверх. Здесь движение не останавливается. То есть, таз начинается вкручиваться до того положения, до входа в заряд. И отсюда у меня начинается разгибание ноги за счет бедра. Дальше идет концовка. Сбор и повторный удар. Переходим к следующему удару. Доля чаги. Для доли чаги мы берем один мячик, выставляем его на высоту головы. В данном случае высота носа. Обожал раньше бить в нос. Значит, и по тому же принципу. У нас исходное положение. Как мы делали до этого. 90 градусов. Пятки вместе. Из этого положения опять плавно, плавный затяг. Когда вы будете делать все это плавно, будете прям чувствовать, как у вас все мышцы вот эти вот работают, которые не работали до этого. Начальное движение. Колено идет вверх. Дальше не останавливаюсь, начинаю вкручиваться. Вытягиваюсь. Концовка. Сбор. Опять смотрим на положение туловища и рук. Помимо того, что мы формируем правильность движения, правильную механику, у нас напрягаются все мышцы, мы еще выполняем, что самое важное для ударов ногами, как и руками, умение контролировать удар. То есть контроль 5-10 сантиметров от точки контакта. Перед первым ударом у нас был удар между мячиками. Второй удар мы выполняем уже как можно ближе к мячику, 5-10 сантиметров, не касаясь мячик. Сейчас нет задания касаться мячика. И заключительный у нас удар. Опять средний уровень. Вымеряем. Твитчаги. Исходное положение – боевая стойка. Вверх. Таз. К сожалению, мне площадка не хватает, чтобы я бил этот удар, так как я смещаю таз вперед. Я, к сожалению, как бы ни старался, я попадаю в контакт. Здесь зависит все от дистанции, но тем не менее, я три раза ударил, три раза попал пяткой. Почему? Потому что у меня положение относительно удара. Таз у меня разворачивается. И куда таз развернулся, туда нога и пошла. На что мы делаем акцент? Акцент нужно сделать именно, когда колено, во-первых, у вас прочувствует движение, что старт идет не отсюда. Отсюда мы выполняем поднятие колена вверх. Идет вкручивание таза. И вот как только таз принимает положение фазы заряда Твитчаги, у меня идет разгибание в тазобедренной ноге. И в конце, я вот в этом упражнении всегда делаю немножко сбоку, чтобы акцентировать внимание на вот этом движении. Ну и, естественно, после удара идет быстрый сбор. И после этого мы делаем последний раз упражнение на УФП. И наша тренировка, в принципе, закончена. Я вам советую сделать вот такой тренажер. Обвестись резиновыми петлями. Стуль, я думаю, что есть у всех. И, конечно, закупить парочку набивных мячей. Как вы видите, упражнения с прессом. Да и не только с прессом. Есть упражнения и на ноги, и на руки, и на все, что угодно. Тоже с медицинболами. Это не стоит не так дорого. В наших условиях домашних это полезно. Все, друзья, всем спасибо, кто был со мной. Пишите комментарии. Если вам нравятся занятия, которые я провожу дома, я буду дальше выпускать такие ролики. Усложнять задания, дополнять новые удары, дополнять новые упражнения. И мы будем становиться сильнее и техничнее. Все, всем пока. Спасибо, кто был со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok